Норильского никеля Это только начало процесса. Сегодня мы запускаем аппарат в тестовом режиме. Буквально первые шаги в новые измерения. Ученики безо всякого риска могут тренироваться, не замечая подмены реальности. Внутри все идентично рабочей машине. Контрольно-измерительные приборы, система управления, аудиосистема. Для слежения за работой 4 ЖК-монитора. Однако новичкам к виртуальной реальности еще нужно привыкнуть. Ну все равно трудновато. Такой конструкции работы. А в чем основная сложность для тебя сейчас была? Ну в управлении непривычно, а так привыкантно. Осваивать технику вот так, по-новому на тренажерах не только безопасно, но и выгодно экономически и качественно для обучающихся. Раньше это была программа теоретического обучения. То есть сама программа не увеличилась. Она для машинистов ПДМ как составляла 480 часов, так и осталась на тренажерах. Но за счет более интенсивного прохождения теории, часть часов будет предусмотрена отработка на тренажере. Эти принципиальные моменты в подготовке сотрудников одни из главных составляющих рабочего процесса. За последний год в компании появился не один такой симулятор. Сегодня это второй уже тренажер. В прошлом году мы официально передали, было официальное открытие тренажера буровой установки. Бумер Е 2С. В этом году мы провели обновление этого тренажера. На этом в Нурникеле останавливаться они намерены. Пополнять ряды учебных тренажеров хотят уже в ближайшее время. Однако что это будет и каким очередным сюрпризом это станет для рабочих, пока секрет.